Сегодня мы в диалоге со всеми гостями, которые присутствуют здесь на нашем мероприятии. Оксана, доброго дня, как ваше настроение? Здравствуйте, настроение прекрасное, погода хорошая, рада здесь оказаться. Мне кажется, вы также, как и я, очень ждали возможности встретиться все вместе в офлайне. Да, это правда. Я знаю, что сегодня вы выступаете здесь в качестве спикера. Расскажите про тему вашего выступления. Меня пригласили принять участие в круглом столе по вопросам саморегулирования продовольственного рынка. Но, в принципе, это вопросы, которые касаются взаимоотношения торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров. Вот они как-то изменились, отношения поставщиков и сетей? Расскажите. Ну, конечно же, я скажу, что да. И в этом смысле не буду лукавить, потому что, на мой взгляд, большой прорыв случился в 2019 году. Наверное, благодаря включению непосредственно севу крупных торговых сетей. Это и Игорь Шахтерман, и Ян Дюнинг, которые вошли в диалог с поставщиками на высоком уровне и которые подтвердили готовность взаимодействовать в своих компаниях с поставщиками в долгую, на стратегическом уровне, конкретными действиями. И за это мы им большое спасибо, потому что, когда конкретные договоренности выполняются, тогда у участников рынка возникает доверие. И за 2019 год компании, ну, крупные федеральные сети вернулись, как мы это называем, в периметр саморегулирования. Все типовые соглашения приведены в соответствии к нормам. Также коллеги обсуждали ограничения по штрафам. И я знаю, что очень многие торговые компании присоединились к этим ограничениям по штрафам, и это действительно большая работа. Но помимо этого, это не то, что разовые договоренности. Внутри компании существуют выделенные структуры, согласительные комиссии внутри торговых сетей, которые позволяют поставщикам в любой момент обратиться и урегулировать какие-то споры или разногласия. Поэтому я считаю, что мы сейчас в хорошем состоянии. Как ни странно, пандемия и вирус, на мой взгляд, сплотил участников. Были достигнуты дополнительные какие-то договоренности, соглашения. И сейчас участники, безусловно, находятся в состоянии постоянного диалога, потому что постоянная деятельность привлекает какие-то новые темы для дискуссии. Но эта дискуссия идет, это самое важное. Задам вам такой вопрос, что можно пожелать всем участникам этого диалога? И подрядчикам, и торговым сетям, и поставщикам? Слушайте, пожелать надо, как и всем нам, терпения. Дождаться, когда 2020 год. Мне кажется, что действительно очень важно терпеливо и с большим уважением относиться к своим партнерам и понимать, что уже сейчас мы все партнеры в едином процессе. Поэтому профессионализм и терпение, и готовность идти навстречу. Давайте все наши предсказания по трансформации, диалогу и хорошему бизнесу, пусть они действительно сбываются. Оксана, вам большое спасибо. Мы желаем вам потрясающего выступления. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!